После того, как мы Борису Юрьевичу рассказали о всех перспективах этой технологии, он в нее очень поверил, очень увидел большой потенциал именно для развития бизнеса в стране и экономики, и поэтому взялся так и пьяно ее защищать и продвигать на всех уровнях платья. Слава Богу, все изменилось, то есть 6,7 лет нам не грозит. Люди увидели, что действительно потенциал большой, и ICO это всего лишь один из инструментов, который дает блокчейн, в первую очередь для бизнеса, потому что очень много людей с идеями в нашей стране, с проектами перспективными, но самый сложный процесс – получение средств, инвестиций под свою идею. Всем известен и уже давно применяется в бизнесе способ получения денег через ICO, который очень много при этом уже обставлено многими правилами, критериями, и далеко не каждый человек способен туда выйти, и даже из тех, кто умудряется привлечь внимание каких-то инвестиционных фондов, все равно проходит через какой-то клапку, очень жуткий конкурс, и из сотни проектов один доходит реально до денег. И поэтому сейчас, когда появился ICO, и когда мы каждый день идем в новости, и слышим, какие миллионы собирают люди под свои проекты, это вызывает, конечно, жуткий ажиотаж. И сейчас, ну, самая известная платформа Waze, Саша Иванов лично, просто уже не в силах переработать весь этот интерес желающих запустить свое ICO. Ну и, в общем-то, вот так как мы партия предпринимателей, партия реального бизнеса, то вот с совместными усилиями с Waze, с Сашей Ивановым, мы решили сделать ICO-генератор, который будет способствовать привлечению, ну, вот, тому, чтобы использовать этот инструмент для реального сектора. То есть вот бизнес, который не интернет-проекты делает, а который создает и нуждается в деньгах для каких-то масштабирования своего имеющегося бизнеса, или какого-то там запуска новых каких-то стратегий. То есть вот этот бизнес сможет привлекать средства с помощью нашего ICO-генератора. Что такое ICO вообще, наверное, уже многие знают, вот именно из этих вот популярных источников. То есть вот все проекты создают некий токен, привлекают, продают его, по сути, за реальные или крипто деньги, и получают миллионы. У людей возникает какая-то иллюзия, что это очень легкий, простой способ получения, просто, как стать миллионером буквально, да, очень быстро и просто. Но на самом деле не так все просто. И вот это как раз я хочу донести, что самое главное в ICO вообще есть несколько составляющих. То есть самая главная и важная вообще миссия ICO это как раз идея. То есть идея, которую вы вот именно являетесь носителем, то есть вы что-то придумали уникальное, и вот именно под это уникальное вы хотите привлечь денег. Это не должно быть просто какое-то спекулятивное там или какое-то вот просто что-то такое совсем примитивное или копирующее что-то другое. Именно я верю в то, что криптовалюты обеспечены именно интеллектуальным флагом. То есть функционал, который дает новый токен, вот это и есть уникальность этого токена. И поэтому надо сразу предполагать, что ICO делается и успешно выстреливает, именно когда идея самого проекта уникальна и дает какой-то новый функционал для большинства людей. Чем больше людей нуждается в дешевых транзакциях, тем выше стоимость биткоина. Чем больше людей нуждается в запуске нового токена, тем выше стоимость Waze. То есть мы все видим, что вот те успешные проекты, которые уже существуют, их стоимость, стоимость самой криптовалюты растет именно тогда, когда растет сообщество тех людей, которые хотят воспользоваться этим функционалом. Поэтому идея именно бизнеса, проекта, она может быть в реальном бизнесе или в интернете, она должна действительно осчастливить большинство людей. Вот это важно понимать, потому что не все это понимают и пытаются, ну собственно мошеннические схемы и пирамиды возникают именно от незнания, от непонимания этой важной миссии блокчейна и вот этого инструмента ICO. Следующая составляющая вообще успеха, это, конечно, потенциалное развитие и реализация этой идеи. То есть по сути весь сложный инструмент IPO появился, ну и стал таким сложным, потому что очень много экспертов оценивают, ну вот родила, есть у вас классная идея, здорово, ну а сможете ли вы ее реализовать? Носителям идеи быть мало, надо иметь еще способность, потенциал, вообще выстроенную схему какую-то для того, чтобы вот действительно ее воплотить в жизнь. И это есть 90% вообще-то успеха на самом деле. То есть все, что мы видим уже как реализованные бизнесы, это вот за этим стоит большой труд людей. И это тоже важно понимать. Собственно, все эксперты многочисленные, которые оценивают, кто вообще стоит за идеей, какая команда, есть ли у них план развития, дорожная карта. Это как раз все те эксперты, которые оценивают вообще ваш потенциал. И здесь, естественно, возникает необходимость команды, которая верит в вашу идею не меньше, чем вы сами. То есть когда вы заражаете этой идеей людей профессиональных, которые способны вам помочь реализовать эту идею, то вот тогда вы становитесь командой. И, в общем-то, вот когда эти три составляющие у вас есть, идея, команда и потенциал таким образом развития, вот тогда только вы можете привлекать средства, воспользовавшись инструментом ICO. Само ICO происходит достаточно понятно и просто. Это выглядит из технологического процесса запуска токена. Несколько платформ уже имеется для того, чтобы этот процесс происходил, ну, в общем, достаточно просто, не вдаваясь в подробности. Waze всем известная платформа, потому что она на территории России. Есть Ethereum, который тоже способствует этому. Есть сингапурские платформы, есть. Ну, в общем, ряд платформ, по-моему, их штук шесть уже, где вот можно выпустить, запустить свой токен. Как технологический процесс. То есть сам выпуск токена и подключение кошельков, куда вы будете принимать криптовалюту, это вот технологический процесс. Для этого вы взаимодействуете с одной из платформ. У них у каждой есть свои условия. То есть, как правило, это фиксированная оплата и процентов привлеченных средств. Проценты различаются на разных платформах. Это одна важная часть, ну, потому что вот она как раз блокчейновская, технологическая. Следующее, это маркетинг. Это то, что, собственно, составляет успех ICO. Ну, так уж принято, что если в ICO там делается проект эмиссии, то есть, где вы все расписываете, каким образом вы будете реализовывать этот процесс, вашей реализации идеи, то в ICO буквально достаточно составить так называемый документ white paper, где, собственно, то же самое происходит. Где вы описываете сам принцип вообще вашей идеи гениальной, вы описываете, каким образом вы собираетесь по каким этапам там приблизительно в сроке, как вы это будете реализовывать, и, в общем-то, описываете, какой результат, то есть, какая экономика возврата. То есть, для инвесторов очень важно понимать экономику возврата их средств. И это все прописывается подробненько в этом документе. Как правило, для этого привлекаются специалисты, эксперты, экономисты, ну, людям уже, которые специализируются именно в написании подобного документа, то есть, специфика другая немножко. То есть, это тоже то, на что приходится потратиться, прежде чем запустить свой ICO, прежде чем стать миллионером. Следующий этап, ну, то есть, вот, это подготовительная, по сути. Дальше идет очень большая и важная работа, естественно, по информированию об этом, о запуске ICO. То есть, и это маркетинг, это все, как правило, естественно, вкладываются в ICO крипто-сообщества, то есть, люди уже имеющие криптовалюты. Но многие и уже инвесторы, которые в обычных деньгах сидят, но в обычных пиатных валютах, они тоже уже этим инструментом интересуются, видя вот этот вот бесконечный рост криптовалют. То есть, кажется, опять же, что здесь очень быстро можно заработать. И здесь идет информирование как в крипто-сообществах, это очень важная миссия, потому что там есть эффект доверия. То есть, по сути, ICO – это игра «Верь-не-верь». То есть, или вы доверяете этой идее и вкладываетесь в нее, или вы ей не доверяете и как бы ищете другие проекты. Поэтому для успеха, для удачи, естественно, чем больше людей будут знать о вашей уникальной идее и о том, как вы собираетесь возвращать с пресса, тем больше желающих инвестировать в нее. Третий важный очень момент – это как раз экономика всего процесса. То есть, так как блокчейн, на самом деле, успешность проектов зависит от того, что, собственно, несет токен. И несколько схем уже имеется, вот уже, которые сейчас происходят, несколько схем по реализации вот этой вот экономики. То есть, самый удачный, как правило, проект – это когда токен ходит внутри системы. Это как жетон, мне очень нравится аналогия. То есть, тогда он становится просто жетоном на карусели. То есть, вот ваша платформа дает какой-то новый функционал. А вот этот токен, этот жетон, позволяет вам воспользоваться этим функционалом. То есть, он становится как жетоном прокатиться именно на этой карусели. И тогда, чем лучше эта платформа сделана, тем больше растет стоимость токена. И, в принципе, вам ничего не нужно возвращать, никаких дивидендов, такого понятия нет. Просто естественным образом вы создаете платформу, которая становится все более интересной для большинства людей, тем выше стоимость токена. Эта схема самая интересная, и Саша Иванов, собственно, отбирает такие проекты. Он всегда ищет идеи воплощения токенов внутри системы, которые ходят. Его токен ходит внутри его платформы. И фирмы, знаем, ходят внутри этой платформы. Биткоин тоже является, собственно, возможностью этой транзакции. Эти проекты как раз и становятся самыми успешными. Но реальному бизнесу сложнее этот метод применять. И поэтому, проект The Coin использовал такой инструмент, как токен стал у них просто долговым неким обязательством. То есть вы привлекаете сейчас средства на свой проект, через некоторое время вы обещаете инвесторам вернуть эти средства. Здесь, конечно, по сути, известный уже в экономике инструмент, который просто перевелся в блокчейн, и воспользовавшись уникальностью самой криптовалюты, потому что токен может нести любую информацию, ставить любым, по сути, финансовым инструментом, вот он стал таким, как долговое обязательство. Какие-то еще схемы, ну, мы знаем, там, все проекты с колеоном, в котором там токен возвращают буквально продуктами. То есть, как бы здесь несколько уже известных схем, которые отработались. Но чем более интересный вот этот вот экономическую составляющую токена, то есть, собственно, информационную вот эту вот составляющую, вы туда вложите, тем более опять будет интересен и успешен этот проект. Значит, технология, маркетинг, экономика и коммуникация – это то, что, собственно, самое важное в процессе самого формирования ICO. Вроде выглядит все просто, и поэтому желающих много, но все идут сейчас исключительно пообщаться напрямую с Сашей Ивановым, от чего у него уже просто не осталось времени на сон, и пытаются, ну, вот как бы переложить эту всю ответственность за успех именно на платформу WACE. Это неправильное понимание, это ошибочное. Именно большой труд и большую работу придется вам сделать самостоятельно. От идеи до команды, до экономики – это все исключительно основатель вот этой идеи. Тот человек, который открывает ICO, который начинает и запускает этот процесс. Поэтому здесь очень важно вот эту собственную личную ответственность понимать и не перекладывать ни на кого другого. Эксперты вам могут что-то подсказать и сформировать, но не сделают работу за вас. Вот, так, дальше я передаю слово. Да, я думаю, если… Да, я дальше продолжу. Я еще, может быть, да, буду еще где-то что-то добавлять. Конечно. Но это то, что мне кажется, очень важно для старта понимания, что такое ICO. Здесь очень важны вот эти моменты, которые дают нам просто вот-вот сразу такую вот личную ответственность возрождают, мне кажется. Конечно. Вам огромное спасибо. Я думаю, что… АПЛОДИСМЕНТЫ Разговор продолжу я. Позвольте мне технически каким-то образом довести ту мысль, откуда у нас взялось понимание ICO в принципе. С битка, с биткоина мы, то есть на вот этой, можно сказать, платформе, да, на котором крутится биткоин вот на этом скрипте, по большому счету ничего поймать мы не сможем. Там все очень легко. Там децентрализованы транзакции на хэшах, на криптовании, на нодах с пониманием майнинга и что-то такое. Это мы про биткоинговали. Там достаточно все, ну не то чтобы запутанно, запутанно. Для обывателей, даже для программистов немножечко трудновато. Хотя особой трудности нет. Открытый код лежит на кэшкарбе. Если кто-то хоть что-то там понимает программирование, я имею ввиду, во всяком случае, может разобраться, то можно разобраться там в течение 3-4 месяцев. Перейдем на эфиринг. Вот скорее всего там начало той возможности, куда мы влезли в ICO. Давайте посмотрим, что Виталик Бутырин придумал в принципе. А придумал он следующее. Транзакции в биткоине, они у нас складывались в цепочку сотрудников, которые невозможно было изменить и где были записаны, так сказать, все транзакции, все входы, выходы. Кто взял, сколько перевел и кому перевел. Я имею ввиду не в личности, а по хэш-сумке, которую мы видим. Что придумал Виталик? Виталик сделал следующее. Скорее всего, он подумал так. А что если программное обеспечение, которое работает, делать его централизованным? Мы всегда понимаем, что есть такое понятие, как упал сайн, ой, до этого серверы не достучаться, что-нибудь делают. Я подумал следующее. Давайте вот эту часть распределим, то есть программное выполнение распределим на разных нодах. Не этими нодами может являться любой человек, то есть любой человек, который скачал эфириум, он называется ЭВМ, Эфириум Virtual Machine. И поставил у себя, в реале он является одним из нодов, одним из людей, у которых хранится определенная или информация, или программный код, который выполняется в общей сети. И там появились уже понимания смарт-контрактов. Там появились понимания неких токенов, которые можно программировать. Там появились наконец-то, и уже благодаря вот этим смартам, появились понимания value, то есть ценности, которые можем между собой обмениваться. Как мы пришли к ICO? Понятно, что по большому счету, всем нам хочется заработать. И вы не представляете, я не встречал ни одного человека, у которого не было бы идеи на миллион. Вот ни одного вообще. То есть у каждого идеи прям гигантские, сумасшедшие. Обязательно завтра мы перевернем мир. Об этом там 18 числа мы увидели. Кстати, молодцы парни, с СОМ собрали 42 миллиона. Конечно, не знал, как они будут с этими деньгами. То есть как будет делить, это еще вопрос. Но буквально вчера лежал на сети Тюрина как таком, потому что проект, по-моему, System, он... Нет, да, да, ну... Проект System собирал, во всяком случае, должен будет собрать порядка 270 миллионов долларов. Это больше, чем The Dow. Ну, ко всему этому нам хочется приобщиться. Ну, давайте понять как. И давайте хотя бы для себя объясним некоторые прям точные, железные моменты, без которых не обойтись в принципе. Для начала, как маркетинг, вот мы рисуем себе оболочку. Мы рисуем сайт, чтобы что-то показать людям. Это будет лендинг, это будет что-нибудь интересное, это будет, я не знаю, на какой-нибудь семействе. Не важно. Вот это первая часть, на которой люди ориентируются. То есть как прийти к миру. Вторая часть. Обязательно мы должны выбрать платформу, на которой мы все это будем реализовывать. Это может быть Wave, Саша Иванова. Кстати, если к нему не попадаете, можно ко мне прийти, я тоже с радостью отвечу на ваши вопросы. Да, это может быть тот же самый кирп. Кстати, там два языка программирования. Один это Serendity. Это ближе к JavaScript. И второй это ближе к Python. То есть это смотря кто на чем программирует. По большому счету надо понимать и разработчиков искать именно в этой области. Потому что я уже много разбирживаю. Там люди по залу ходят. Вот нам тем более надо играть в разряде. Кто разработчик, кто разработчик. Но непонятно, кто на бисике пишет. Кто на Pascal. Кто может быть в реале на Google или на JavaScript. Но все, всех ищем. Просто такая истерия, она приводит к тому, что у людей нет понимания, к чему смотреть. Товарищи, сайт Ethereum. Ethereum.org. Смотрим всего два языка. Там близких к JavaScript. Вселенных и близких к Python. Все. Вот этих людей надо смотреть и на них обращать внимание. Все остальные просто пустословные. Я вас уверяю. Дальше куда мы идем? Сделали сайт. Сделали... То есть нашли людей, которые хоть что-то могут написать. Главная часть. Идея. Я думаю, для себя в голове надо эту идею сначала прописать. И ответить на очень важный вопрос. А зачем нам блокчейн? До этого мы выставляли свои идеи на Kickstarter. То есть это тоже самая кронофарнивая платформа. То есть, пожалуйста, вы выставляете свои идеи там. Рассказывайте о ней, если люди вам верят. Да пожалуйста. То есть собирайте деньги, я не знаю, на карточку. На пятый день, в который мы приехали. Зачем мы хотим это на блокчейн? Это все та же самая база данных. То есть цепочка событий. Жизненная цепочка событий. Где должна, то есть на что должна ложиться ваша идея. Если ваша идея этому не соответствует, честно, не надо там из себя что-нибудь такое. Там пытаться выявить, обязательно выдавить, чтобы как-то влезть в это ICO. Чтобы наконец вам дали деньги, за которые вы не будете отвечать. Что хорошего в понимании ICO и к чему вот эта идея приводит? Она нам дает возможность свободы. По большому счету, я вам скажу так. Все мы все-таки каким-то образом, фибрами души, поняли или внутри себя понимаем, что мы ушли от понимания того, что за нами кто-то может следить. То есть вот этих третьих лиц, как и в биткоине, транзакции между двумя людьми, нету третьего человека. То есть нету никакой организации и никто не стоит между нами транзакцией. Между нами, между нашими транзакциями стоит единственная железяка, которая эти транзакции записывает в блоки и эта вся информация находится у всех. Любой, любой, каждый человек со своим плечом может подойти к любой записи, посмотреть и показать. Вот она транзакция тут. С Ethereum то же самое, но уже на программном уровне. Что значит? Мы там смотрим, куда двигаются наши токены и каким образом наши программу рынки там работают. Зачем нам ICO? Как мы к этому пришли? А это уже доверие, исходящее от одного человека к другому. У вас есть хорошая идея и у вас есть платформа, каким образом на эту идею эти деньги собрать. Если раньше нам надо было указывать там, собирать какие-то бумаги, понимать аккредитацию там Госоргана, были какие-то высшие мира всего, которые говорили, нет, это уже соответственно с тем или иным условием, сейчас соответственно как такого нет. У людей, которые хотели бы поучаствовать своими деньгами в проект, который берет, есть очень хорошие пацаны в детстве. Это просто-напросто участие в ICO, в ICO тех, кто их это сделает. Это про идею. Четвертая часть, это скорее всего она уже больше, то есть это, переходим к официальной бумаге. Есть понимание white paper. Что это такое? Это описание всего процесса, через ваши идеи и что вы собираетесь делать и к чему, то есть к людям приходите. Именно этот документ и скорее всего будет являться основой тобой и слежением за вами, что именно вы делаете. То есть начальный этап, там если бывает прежде всего, прежде всего. Это описание самой идеи, чего вы хотите добиться, на каких этапах, я имею ввиду, вхождение в эту идею. То есть что вы будете производить или какие сервисы вы будете предоставлять и при каких условиях, там я не знал, соберете 2 миллиона долларов, сделаете то-то, соберете 5, сделаете то-то, все это, неважно. Все это должно быть записано именно в этой бумаге, то есть ее вам иметь необходимо. Дальше, пятый шаг. Когда у вас вот эти 4 шага есть, вы должны свои идеи хотя бы с кем-то поделиться, опубликовать. Ваш открытый код, ну прям железно, должен быть на гитхабе. Обязательно вы должны быть зарегистрированы в социальных сетях и люди должны видеть ваши деятельности. Скорее всего, вам придется поделиться с людьми, которые для вас работают. Это разработчики, это пиар-менеджеры, это фронт-энд, это бэк-энд, это люди, которые занимаются SEO, и которые занимаются расслугой и идейные вдохновители. И скорее всего, наверное, заключительный этап и, наверное, самый важный. Я думаю, что у людей, которые делают SEO, должна быть сумасшедшая ответственность и понимание того, что в них люди поверили. В них люди вложились деньги и от них ждут определенного результата. Скорее всего, вот именно вот на этом этапе, наверное, происходит та истерия, которая вокруг нас, которая бывает, потому что нет ни одного контролирующего органа, который следит, насколько мы нашу идею реализуем, и нам кажется, что мы вот так спокойно деньги, которые нам переведут на счет, которые купят наши так называемые токены, и мы преспокойно с ними туда-нибудь смоемся. Я вам скажу, товарищи, так, вот именно благодаря тому, что есть столько этапов, скорее всего, люди никуда не денутся, и я думаю, что мы придем к тому, что в ближайшее время все меньше и меньше люди будут страдать этими иллюзиями, и, наконец-то, будут уникальные проекты, которые и вправду будут переворачивать наш мир. И мы стремимся к хорошему, стремимся к светлому, а не стремимся к тому, чтобы, я не знал, что-то исполнить. Я думаю, давайте поаплодируем тем идеям, которые вот это все делают. И у нас еще один спикер, вот я только что его видел, он опять лучше. Да здесь. Денис. 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 Денис.